Петербург превратят в Лос-Анджелес. В северной столице начали снимать новую картину, фантастический нуар-триллер по мотивам рассказа Роберта Шекли «Кое-что за даром». В ролях Валерий Кухарешин, Игорь Лифанов и Игорь Ботвин. Как молодой режиссер собирается из города дворов-колодцев сделать город небоскребов, знает Ольга Скрипкина. Порой, лишь добравшись до самой вершины, понимаешь, что все, что тебе действительно дорого, осталось у подножия. Редкий зритель догадается, что на экране Петербург. Немного компьютерной графики и железнодорожная станция сортировочная уже американский Лос-Анджелес. В северной столице снимают новую ленту «Кое-что за даром». Мрачные тона, депрессивная обстановка большого криминального города. Впрочем, только после спецэффектов в съемочных павильонах вполне светло и уютно. На съемочной площадке воссоздана атмосфера американского полицейского участка 80-х годов. Всего 30 лет прошло, а мебель, предметы не найти. Например, вот эти железные столы и лампы пришлось создавать заново, а компьютеры настоящие, правда, уже не работают. Отпечатки пальцев, фотороботы, материалы, которые собирает главный герой, детектив. Его играет Игорь Ботвин. По сюжету в городе массово исчезают люди. Полицейский пытается выяснить причину этого странного явления. Мешает ему таинственный злодей из будущего, который владеет фантастическими технологиями. Ленту снимают в редком для отечественного кинематографа жанре – нуар-триллера. Смесь всего какого-то такого, как бы Тарантино с каким-то там хоррором, я не знаю. Есть какие-то элементы комедии, трагедии, драмы, ужаса. Актеры пока сами не знают, чем все закончится. Фильм снимают по мотивам одноименного рассказа Роберта Шекли, но сценарий еще полностью не написан. Продумана лишь концепция, примерная сюжетная линия и непростые характеры героев. Народному артисту России Валерию Кухарешину досталась роль начальника полицейского участка. Это один из самых неоднозначных персонажей картины. Зрители думают, что это такой шеф полиции, друг, старший друг главного героя. И вдруг оказывается потом, что это непростой человек. У него есть своя жизнь, какое-то свое, свое другое дно. В списке актеров нет женских фамилий. Компанию крепких мужчин в форме разбавляют разве что дамы легкого поведения. Девушки всего лишь актрисы массовых сцен, но внимание на съемочной площадке приковано только к ним. Ну, вообще в первый день было очень тяжело. Все на меня смотрели. Сейчас, к счастью, у меня появилась коллега. Тяжело смотрит не только на меня. Кое-что задаром первая работа Алексея Талызина. Молодой режиссер решил сразу стартовать с громкого проекта. Известные актеры, необычный сюжет. Только задумка непростая. Превратить Петербург в Лос-Анджелес слишком дорого. Поэтому эпизоды чаще снимают в помещениях, а иногда в подворотнях. Подворот, на самом деле, в городе таких, каких нам нужно, прям узких. Определенная там фактура есть стен, которая нам нужна. Их не так много. Но, в принципе, мы их нашли. Они находятся в основном в застройках старых. То есть мануфактуры американские, в районе Красного Треугольника. Закончить съемки первой части фильма хотят уже в феврале. Говорят, чем-то кино будет похоже на первого Терминатора. С футуристическим оружием и светящимися у злодея глазами. Там будет все. Любовь, предательство, драки, взрывы. Единственное, что не покажут зрителю, эпизоды из будущего. Откуда приходит тот самый зловещий незнакомец. За все придется, хватит. Ольга Скрипкина, Дмитрий Долгов, Николай Шведов. Новости культуры. Петербург.